На Ридер ТЭЦ пришёл новый инвестор. У него есть чёткий план модернизации аварийной станции и большие планы на неё. Ридерскую ТЭЦ приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике. Команду возглавляет опытный специалист Куралбек Абдрахманов, который не понаслышке знаком с работой ТЭЦ. Компания работает в Караганде и Астане. Инвестор планирует построить в Ридере завод по производству кокса. Этот продукт пользуется спросом во всём мире, и в Казахстане в том числе. То, что они сегодня предлагают, мне эта тема понятная. То, что они хотят сделать на этот тест, почему они её приобретают. Понятно, что она проблемная, понятно, что у неё есть столько недостатков, но у неё есть хорошее преимущество. Сегодня будущее за коксом. Они хотят установить сюда коксовое производство. Коксовое производство, при выработке кокса, на него сегодня спрос мировой. Китай, Касын сам кокс покупает. Значит, вырабатывая кокс, получается газ. Этот газ можно использовать сразу в ТЭЦ, либо его нужно утилизировать. Далее, при этом процессе работы возникает горячая вода, до 95 градусов нагревается. Эту воду опять нужно охлаждать, а её можно отправить, греть население. Я имею в тепловую сеть. Поэтому они вот с этой целью зашли, и это именно будущее ТЭЦа. На сегодняшний день сумма сделки является коммерческой тайной, однако известно, что новый инвестор уже подключился к работе и сейчас находится непосредственно на РидерТЭЦ. По информации заместителя Акима области Ржана Нурбаева, собственник уже пригласил компаний для ремонта турбин по выработке электроэнергии. Они уже две, по-моему, турбины, если я не ошибаюсь, поставили на разбор и пригласили компанию, которая разбирает, уже начинает ремонтировать турбины. Он прекрасно понимает, что происходит с котлами, он прекрасно понимает, сколько нужно ремонтов по ним сделать, он это планирует, но он понимает, что отдачу он потом получит. Ему реально, им в этой компании реально будет тяжело на самом этапе, но они понимают, что будут делать. Поэтому Данил Крисович поставил им конкретное поручение, показать нам всю состоятельность. Основное, конечно, здесь надо дать должное, это воля Данила Крисовича, его опыт, его задачи, он ставит конкретно вот так. Я не знаю, но если бы, наверное, другой Аким был, не знаю, судить тяжело, но Данил Крисович – это профессионал в этом деле. Поэтому вот эти работы, которые мы провели, они, конечно, мы сделали котлы, но мы их сделали не капитально, но мы капитально сделали автоматику двух котлов. И поэтому здесь хозяин это всё понимает. Необходимо летом полностью все котлы от капитального ремонта поставить. Но это уже задача, и он прекрасно это будет понимать, и он это будет делать. Новые собственники намерены наладить деловые партнёрские отношения и с градообразующим предприятием «Кассынк». Кокс они намерены производить для металлургического ТО, а излишки будут экспортироваться в КНР. «Самое главное, вот я с ним общался, он говорит, я не понимаю, говорит, позицию бывших хозяевов, почему были натянуты отношения с Кассынком. У него позиция совсем другая. Он хочет, наоборот, ну, я не знаю, с Кассынком надо дружить. Это же было единое целое. Вот я сейчас это вижу, как Кассынк моментально реагирует, сколько вот, допустим, мне вообще хотелось бы в пользу случаем выразить благодарность, особенно вот Завьялову, Валерию Александровичу. Моментально, это действительно производительный. Вот РМК, Зайцев Андрей Владимирович, мы с ним практически на контакте, я ни разу не видел. Тут два месяца на телефоне, мазут надо, все, вагоны надо, все. Здесь есть Немцов, РМ-компания, они занимаются электродвигателями. Я ночью могу звонить, ему говорю, такой-то нам двигатель срочно нужен, и он подключается. Вот эта солидарность, которая присутствует жителям Ридера, это очень важно. Поэтому вот это нельзя растерять, и наоборот, надо сплотиться. И это вот тяжелое время показало. Отметим, что компания «Инвестор» уже проводит все необходимые платежи, в том числе и за покупку необходимого оборудования и производимые работы. В ближайших планах провести отопительный сезон в штатном режиме, а уже летом начнется полномасштабная модернизация РидерТЭЦ и строительство завода. Те действия, которые сейчас я вижу, это уже понятно, что человек просто так не пришел. Он уже все просчитывает, все взвешивает. Я говорю еще раз, турбины начали ремонтировать, он понимает, на турбинах это деньги, это генерация. Дальше он понимает, что летом нужны котлы. Сейчас он ничего не сделает. Сейчас нужно в таком режиме выживать, практически выживать. Просто люди не вкладывали деньги, это понятно, они не понимали. Работники просили, но самая главная проблема – это они упустили кадры, потеряли людей. Сегодня недостаток кадров. Я каждый раз говорю, не хватает. Сегодня благодаря 46 человек косынка, дополнительный штат. И этот человек сегодня практически ведет переговоры, приобретение здесь дома. Уже ведет переговоры большого дома, приобрести хочет. Потому что ему нужно иметь свое жилье, для того, чтобы создать условия людям, приезжающим специалистам. Потому что сегодня машинистов котлов очень сложно найти. И он планирует, возможно, у него есть какие-то другие вещи, планирует сюда, пусть даже это вахтовый метод, но это необходимо будет делать. Важно отметить, что инвестор готов приобрести жилье для будущих специалистов обновленного коммунального предприятия, чтобы не возникало дефицита работников. Напомним, что предыдущие владельцы в буквальном смысле слова растеряли кадры. И в момент критической ситуации в ноябре прошлого года вместо необходимых 270 работников на ТЭС работали всего чуть больше сотни. У нового собственника есть четкое понимание дальнейших действий и опыт реализации подобных проектов, сказал Яржан Нурбаев. В ближайшее время инвестор проведет пресс-конференцию для журналистов и встретится с населением, чтобы рассказать о планах модернизации теплоцентрали и дальнейшей работе. Сегодня на Ридер ТЭЦ продолжается ремонт тракта подачи угля. Уже завершены работы по проклейке. Впереди пусконаладочный процесс, после чего планируется подавать уголь в обычном режиме.